Туки-тууки, ай, мой страстный, ну, самая хрипушечка, а то похрипеть. Ты, ты, ты со мной похрипишь, смотри, что у меня есть, значит так, вот это смотри, на тебе. Да, классно, да, моя зайка. У меня, у меня капельница. Хрен с ней, смотри, что у меня есть, классно. Ой, ну ты, конечно, и молодца. Вот это даже, ух, халат не дал снял. Спасибо вам, сестра. Я не думал, что медицина настолько далеко зашла. Скажи, а что раньше у тебя такого не было? Нет, ну, вот, прям такого, чтобы, чтобы медсестра вот так. Да я сама охренела. Филиппова! Шо? Ты шо здесь делаешь? Шо, вы же сами сказали идти в палату к заммэров 3-4-3. Заммэров 434-й, это этажом выше. Ты ж вроде должна знать его в лицо. Да хрен их кто поймёт, слышишь, у этих там замов у него хоть это попой жуй. Ты понимаешь, что тебе здесь вообще находиться нельзя? Человек в тяжёлом состоянии. Нет, доктор, вы знаете, мне гораздо лучше. Я, я уже сам пойду, наверное. Куда, вам нельзя? Не, можно, мне можно, мне можно. Ла-ла, 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 пап-пам. Филиппова, ты понимаешь, что ты только что сделала? Что? Ты безнадёжного пациента на ноги поставила. Филиппова, так может к нам на полставочки, а? Хорошим я делом занимаюсь. Правда, платят у нас немного, но техосмотр ежемесячно, бесплатно. Ну что, Филиппова, подвигайся. Вы уми меня на ноги ставите. Давай. Эх, Филиппова! Товарищ профессор, товарищ профессор, очнитесь. Здрасте. Где я? Сергей Петрович, все хорошо, вы в операционной, вам просто стало плохо и нужно было срочно сделать операцию. Ага. О, Господи! Кто делал операцию? Мы. О, Господи! Вы же студенты, двоечники. Вы же на перездачу пришли. Господи, за что? Просто больше некому было, все остальные на операциях. Да. А у вас острый гипертонит. Что? Перитонит. Ну, вот, острое. О, Господи! Как прошла операция? Очень хорошо, очень хорошо. Я резал. А я удалял. И в целом все прошло отлично, но... Но есть одно но. Да. Какое еще но? Операция еще не закончилась. О, Господи! Что? Что там осталось? Что-то удалить? Нет, нет, мы и так уже там лишнего попал... Все хорошо. Осталось только зашить разрез. Да. Так почему же вы не сшиваете измерения? Мы не умеем. Да. Как же не умеем? Я же все объяснял на лекциях. Да, вы объясняли, но я болел. Я эту тему тоже пропустил. Мы собаку в ветеринарку водили, там глисты у нее... Идиот! И, милые, все ваше покоение... И него там запоминайте для того, чтобы зашить вместо разреза. Так. Сначала. 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 Что сначала? Что сначала? Сергей Петрович. Товарищ професс... Что делать? Что... Давай в интернете посмотрим, как раны зашивать. Давай. Как зашивать рану. О, даже видео есть. Что, ладно? Как называется? Доктор Хаус. О, прикольно. Слышал что-то об этом? Это типа Хаус, как у нас. Да, как у нас. Более за Хаус. А что это пикает? Так хрен с ним. Идем в ординаторскую, мы нормально не посмотрим. Слышал что-то. Слышал что-то. Слышал что-то. Слышал что-то. Слушайте, я вам скажу правду. Ситуация на самом деле печальная. У вас очень мало времени. Я, конечно, сделаю все, что могу, но поторопитесь. Я понимаю. Слышал что-то. 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 Кот от сейфа простой. Пиши. Это я свидетельство о смерти заполняю. Там всего 43 цифры. Пишешь? Пишу, пишу. Пиши, пиши. Что писать, бабушка? Пароль пиши. Какой пароль? Какой пароль? Цифры, говори, ведьма! Цифры, цифры, точно. Три, два, один, ноль. Да ну его нафиг это наследство. Я быстрее эти деньги заработаю, чем узнать из храны 43 цифры. Доктор, та же без меня. Умерла так умерла, оформляйте. Твою мать. Ну, ну вы видели, я сделал все, что мог. Адреналина у нас в больнице много. И до пенсии мне еще далеко. Бобрый вечеростик вам, уважаемая. Спирта не дам, ясно? Вообще-то мы пришли сюда. Именно с благородной целью. А, тогда туалет прямо по коридору налево. Что за примитивное мышление? Вообще-то мы пришли помочь детям. Единственное, чем вы можете помочь детям, это не заводить их, алкаши. Любитель Шайл, значит, мы хотели благородно сдать кровь для детей. Но, если вы нас отвергаете, мы уйдем. Куда встаем, Петрович? Счастливо! Мы уходим. Идем, уходим, уходим. Эпа, вы что, даже нас не остановите? Тем, что я вас не останавливаю, я как раз спасаю детей. Вообще-то, вообще-то ладно. Используйте кровь, как хотите. Дети, животные. Ну, просто нужны деньги. Вы знаете, что за 48 часов до того, как сдать кровь, нельзя употреблять алкоголь. Да кому это? Да мы в 48 часов, это гребаная вечность. Все, до свидания, я сказала. Ладно, пойдем с козырей. Вы семя принимаете? Какое семя? Дета родительная. Вы же сорт. Ну, за деньги, конечно. Вы что, идиоты? Вы бы еще почку мне предложили бы. Была мыслишка, но у меня последняя. Гулять-то гулять-то гулять. Берите мою. Вот это поступок. Пошли вон, пока я охрану не вызвала. А, ладно. Ну, и что? Охрана! Ну, все, не надо. Охрана! Сами пойдем. Все. Что тут охранять? Ну, так. Охрана! Отмена! Так. Да. В регистратуру. Сейчас бегу. Да-да, чувствуем регистратуру. Ну, Саня, надо быстро. Спирт, спирт, где? Вот он, вот он, родник ей. Если эти алкаши еще раз появятся здесь, переломайте им ноги. Только не так сильно, чтобы они уйти смогли. О! А вот и будущие инвалиды. Ах, вы слой. Добрый вечер. Ну, что ж, будем лечить. Это морг? У меня здесь два ваших клиента. Нет, нет, пока еще живые, но алкаши. Что? Да. По отработанной схеме. Хорошо. Ну что? Здравствуйте, доктор. Да-да. Можно? Здравствуйте. Проходите. Доктор, это вам. Да. Мне? Да. Ой, спасибо, конечно. А за что? Мне кажется, вы у меня не лечились. Вы нас не помните? Ну, мы те два алкоголика, которые приходили, у вас спирт воровали. Угу. А-а-а, боже мой, как вы изменились. Мы вообще, можно сказать, заново родились. Да. Ну, не в больнице, а в морге. Ну, а что теперь жизнь налаживается? Я с женщиной начал встречаться. Кстати, она вам конфеты передала. Ой. Да. Ну, не стоило, конечно, но благодарю. Спасибо вам большое. Вам, да, спасибо. Вы просто нас с того света вытащили. Так что, может, мы это дело отметим? Ну, что вы. Мы же завязали. Ни капли отрезали. Вообще. Ни капелюшечки. Какие молодцы. Ну, мы можем идти? Да. В принципе, да. Спасибо. Еще раз. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Все, счастливо. До свидания. До свидания. Не болейте. Ну, что вы. Ой, как же все-таки приятно помогать людям. Спирт. Охрана! Давайте, давайте, давайте. Что это? Что это? История болезни? Да. Виктория Сергеевна, не время читать. Колите ему реланиум. Ага. Так. Хорошо. И давайте, на всякий случай, ледокаин. Да. Не жалейте, не жалейте. Да. Вот так вот. Мы его теряем, доктор. Мы его теряем. Вижу, вижу, вижу. Реанимируем. Два кубика адреналина. Да. Конечно. Хорошо. А-а-а! Не помогает. Непрямой массаж сердца. А-а-а. Активней, активней. А-а-а. Вы чего делаете? Больно же? Вы мне так все ребра переломаете. Так. Дефибриллятор. Быстрее, быстрее. Двести. Разряд. Дефибриллятор. Больно же. А-а-а. Разряд. А-а-а. Да убери ты эти утюги. Ты же меня сожжешься. Нафиг. А-а-а. У меня просто аллергия на ледокаин. Это в истории болезни было написано. А-а-а. У него отсутствует дыхание. Вентиляция легких. Ага. Сейчас. Парень, мы тебя спасем. Вы же меня так задушите нафиг. Да? У меня просто аллергия на ледокаин. Аллергия на ледокаин. Просто вколите кетамин. Что же делать? Что же делать? Кетамин. 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 Доктор, ничего не помогает. Может быть, вколоть ему кетамин? Бинго. Молодец. Молодец. Скали давай. Поздно. Что поздно? Потеряли. Ничего не потеряли. Ничего не поздно. Оденьте шапки свои. Быстро. Шапки одели. Кали, давай, бери свои утюги. Ихреначь меня, ну. Все. Сделали все, что могли. Что вы могли? Что вы сделали? Ничего не поздно. Вставай. Вставай давай. Вставай давай. Вставай. Вставай. Вставай давай. Ну, давай. А-а-а. О, чудо! Доктор, он очнулся! Очень странно. Я вас по судам затаскаю. Что там? А, я не знаю, что-то неразборчивое. Меня чуть не угробили. У меня же в истории болезни написано. Лидокаин. Говорит, что это лидокаин, лидокаин. Точно. Виктория Сергеевна, операция продолжается. Вкалите ему два кубика лидокаина. Нет? Четыре кубика лидокаина, чтобы наверняка. Да вы что, идиоты? У меня просто аллергия на лидокаин. Если вы меня просрете, я буду каждую ночь к вам во сне приходить и читать вам мою историю болезни. Значит так, доктор. На этот раз вы историю болезни прочитаете. Ладно, прочитаю. Это ваши суеверия. Что за почерк? А, это мой. Ой, я же таблетку забыл выпить. Води нет. Ну-ка дай-ка мне майонез. Мне запить надо. Держи. А я перешла на 15-процентный. Здравствуйте. О, доктор. Здрасте. Что-то ваши таблетки для похудения не действуют. Да. Вы чего творите? Ну что? Что-что, полдник у нас? Колбаски хочешь? Какой колбаски? Вы на диете. Ничего страшного. Я, между прочим, перешла на 15-процентный майонез. Какой 15-процентный? К вам вообще этого нельзя. Ничего страшного. Завтра вместо 2-х килограмм скинем сразу 5-процентный. Да. Вы это с первого дня говорите. А сами поправились тут на 10-процентный каждый. Да хорошо, доктор. Завтра перейду на 10-процентный, если хотите. Ну. Неужели вы не понимаете, что все это делается ради вас? Что делать? Ну, эй! Так все, мне он уже не нравится. Пойдем, Клава, пойдем. Пойдем в другую больницу. Никуда вы отсюда не уйдете. У нас свободная страна. Мы что хотим, то и делаем. Ясно? Да, да. Но в этой свободной стране для вас слишком узкие двери. Мы пиццу закажем. А мы их не пустим. Они нам в окно закинут. Они закинут восьмой этаж. Ну и что? А они на квадрокоптере. Ясно? Да. Ах так? Ну вы сами напросились. Все. Неделю никакой вредной пищи. Зря ты так, доктор. Зря. Вы мне еще спасибо скажете. За что? У нас, между прочим, по расписанию сейчас ужин должен начинаться. А знаешь, Коля, если сощурить глаза, он мне на штрудель похож. Ага, точно. Яблочный. А мне на соседскую. Ага. Жаль только маленький. Да, быстро закончится. Ага. Ну ничего. Ага. 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 Ушел. Смылся. А можно я съем твои тапочки? Ага. И аккуратненько режем Вот здесь Нет, 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 нет Да что ж такое Тринадцатый за сегодня Несчастье будет Значит так, рукожопый Пошел вон из кабинета Я убирать буду Я собственно сейчас уберусь и уже могу уходить Натопчет тут Кровью накапают Это что? Где? Это чье? Это его Это его, я в бахилах Второй показал Пожалуйста Значит так, я сейчас выйду А он здесь все уберет Боюсь, он не сможет Что ты сказал? Он что, бессмертный? Скорее наоборот Значит так, засранец Я сейчас выйду А ты быстренько все здесь уберешь Ах, спать вздумал Хорошо, сейчас я тебя быстро Разбужу Ах, симулируем Слышишь ты Бесхозяйственный Ты видел, что на двери написано? Без бахил не обходить Так что ты вошел? Извините Мне по срочному надо было Значит так Я сейчас пойду погуляю А ты своим языком Здесь все вылежешь, понял? Правильно, правильно А ты ему поможешь Врачи обязаны помогать Своим пациентам Как это скажете? Сельву плет И тут что-то наплевал Уберем Что вы лежите? Берите швабру, мойте Иначе на нас закопают Время немало Работайте, работайте Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Ну что, наш пациент Как себя чувствуете? Спасибо, хорошо Ни на что не жалуетесь? На что жаловался, вы уже удалили Давайте я посмотрю ваши швы Да, пожалуйста Очень хорошо Очень хорошо Вот тут не болит? Нет А вот тут? Нет Набирайте А вот тут? Нет А вот тут? Доктор бурчит что-то Вот он Анестезию Щекотно А зачем анестезия? Готовьте операционную Я Пометил точку Хорошо Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Ну что, как наш больной? Как себя чувствуете? Спасибо, хорошо Ни на что не жалуетесь На что жаловался, вы уже удалили Разрешите я посмотрю ваши швы Да, пожалуйста Представляете, доктор, у меня дежавю Правда? Мне приснилось, что вы мне телефон забыли И точно так же искали его Давайте магнит Ух ты, а это зачем? Никогда такого раньше не видел Это лечебный магнит Вы слышали, что в крови много железа? Да Вот вам это железо нужно и немножко разогнать по краям Нашел Анестезия? Да А зачем анестезия? Готовьте операционную Доктор, а он выдержит столько наркоза? Да что ты узнаешь Хотя, вы знаете, мне кажется, ему уже нравится Да Доктор, помогите, пожалуйста Успокойтесь и рассказывайте, что у вас Произошла бытовая травма Так, обратно не пришьют Что не пришьете? Ну, знаю я ваши бытовые травмы Пришли домой, застали мужа с любовницей Оторвали ему, обратно не пришьют Да нет, тут похуже ситуация Тут действительно у мужа бытовая травма Ну, показывайте вашего мужа Заходи, зараза! Здравствуйте, доктор! Здравствуйте Вот, доктор Посмотрите, сам собирал шкаф Ага Да Такого буратино я еще не видел Вижу, разочек промахнулись молоточком Да не, стой вы, доктор Это я думал, с чего бы тут начать И ковырялся в носу Вот видите, травмировал Так, с чего бы начать? Вика Вика, я боюсь уже Потому что я скав начал собирать Ровно с такой же фразы Ты видишь, что произошло? Так, мужчина, вы не волнуйтесь Перед вами настоящий профессионал Вика, уходим отсюда Он все мои фразы повторяет Мне капец Так, расслабьтесь, мужчина, расслабьтесь Сейчас все будет хорошо Ах, буратино, буратино Спасибо, доктор Спасибо большое Теперь ты понимаешь, что нужно вызывать для этого рабочих Для того, чтобы они собрали этот шкаф Мужчина, ну а что вы, сами не могли собрать шкаф? Это же элементарно Смотрите, вот эта досочка Идет, вот все Ну-ка, подержите Сейчас, Вика, сейчас Два музыка точно шкаф соберут Вика, помоги А я говорила Девушка, позовите хирурга Боюсь, тут придется резать Доктор, я надеюсь, не мне? Это уже как доктор решит Бегу Бегу Доктор, я говорил Что эта инструкция никому не нужна Если бы мы ее сразу созгли Уже давно этот шкаф собрали бы Ну, вы не волнуйтесь Сейчас с хирургом Мы этот шкаф Точно соберем О, с хирургом стопудняк соберем Я вам всегда говорил За любой шкаф надо только втроем собирать Точно Здравствуйте, доктор, можно? Да, можно Заходи, зараза Все сразу заходи, заходи Вы знаете У нас проблема Что у вас? У меня муж дебил Ну, это распространенное заболевание Психолог на четвертом этаже Нет, нет, нам именно к вам Этот придурок Сделал себе татуировку Ну, что, татуировка это нормально Более того, это модно Вот есть, доктор Тесо говорит Это нормально и модно Нормально, доктор Если бы он нарисовал сердечко Какую-нибудь бабочку, я не знаю Даже купола на спине, это нормально А он набил имя какой-то бабы Ну, из такой проблемы мы сталкивались Татуировочку можно вывести без проблем Где она у вас? На руке? Да нет, не на руке На спине? Мимо, доктор Что, на шее? Ты Доктор, стреляйте ниже Ага Что, прямо на жи? Прямо на хозяйстве на своем Нарисовал Помогите, а? Знаете, в жизни я такого не видел Нельзя с вами Конечно, в интернете таких, как в Каев Этого полно Это мне товарищ рассказывал Скажите, можно это как-то вывести? Ну, честно скажу Это болезненная операция Никогда такого не делал Рискуете остаться без мужа Ну, в смысле, без того, на чем он набил татуировку Ну, это фактически без мужа Все равно от него больше толку нет Помогите, пожалуйста, сделайте А какое имя написано? Антонина Влезло, все А вас как зовут? Вика Вика Да, не исправишь Промазка Ну, ладно Есть один вариант Готовьтесь к операции Ну, принимайте работу Ой Не, ну так, конечно, лучше, чем было И даже им интереснее Все там было Все вы наделали уже Не волнуйтесь, Антон Какой Антон? Я Саса? Нет, дорогой С сегодняшнего дня ты Антон Я уже подала документы в паспортный стол Так что теперь ты будешь Антон и по паспорту И по смыслу Все же гады наделали А цикнули по-зывому Не переживай ты так Мы тебе не только имя Но и фамилию поменяли Будешь Антон Кацман Так сказать, не отрезали А обрезали Ину В общем, поздравляю вас, Антон Кацман С вас пятьсот долларов Что вы меня такое за пятьсот долларов тут рассказываете? Послушайте, с такой фамилией Я просто обязан с вами поторговаться Готовы? Доктор, ну почему вы мне не верите? Я же их видел точно так же, как вас сейчас Ну, понятно, понятно И какие они были? Зеленые? Нет, такие же, как мы с вами В белых халатах Нет, в рабочей форме И главное, работали А, так они еще и работать умеют Конечно Они же за это деньги получают Вот это вот абсолютная чушь Никогда не слышал, чтобы они работали Поверьте мне, доктор Вы видели, да? Я видел Скажите честно Употребляли? Абсолютно трезвый Тем хуже для вас Тем хуже Доктор, я прошу великодушно меня простить Не знал, что у вас подсеркнут А, нет, нет, нет Очень интересный случай Проходите Да? Ну-ка И что? Опять Наполеон? Нет, тут все намного интересней Человек утверждает Будто видел Собственными глазами Что украфтодоровцы Работают в сухую Солнечную погоду И кого тут идеально ровный асфальт По технологии Словно, говорите Это же Очень интересный случай Это же Сюрреалистическая Галлюцинация Да какие галлюцинации Я своими глазами видел Абсолютно ровный И качественный асфальт По технологии По немецкой Да, да Вот вы такое видели Я? Я же не сумасшедший Вот и я не видел А человек утверждает Будто наблюдал А он случайно не Говорит, что Абсолютно трезв Очень интересно Абсолютно ровный И качественный асфальт Да? Да Прекрасно, прекрасно Вы, голубчик, не волнуйтесь Мы вас обязательно вылечим Да я А вас, доктор Разрешите поздравить Это Прекраснейший случай Для того, чтобы Написать докторскую диссертацию Кстати, интересная мысль А пока Я его помещу в палату К начальнику Жека Как думаете? А, это тот, который говорит Что зимой у него всегда Есть отопление А летом Всегда из крана Течет горячая вода Пусть не рассказывает Вы будете Прекрасно проводить время Фантазии 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 Майю Майю Фантазии 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 Продолжение следует...